Доброго времени суток! Меня зовут Максим, я являюсь сертифицированным экспертом ZenDesk в компании CloudTrash и сегодня я расскажу вам, что такое правила автоматизации. Для их настройки нам нужно перейти в центр администрирования. Для этого мы должны вверху справа нажать на 4 кубика и выбрать центр администрирования. При помощи поиска мы можем найти эти правила, нам достаточно прописать правила и выбираем бизнес правила, правила автоматизации. Что это такое? Правила автоматизации это определенного рода правила, они похожи на триггеры, но их преимущество в том, что мы можем задавать временные интервалы. Как это работает? Давайте просмотрим один из готовых примеров. Открываем любое правило и как мы видим, что у каждого из этих правил есть определенного рода детекторы, то есть условия, которые должны выполняться. Как видите, условия могут быть обязательными, то есть все перечисленные должны выполняться или же если есть какой-то из любых следующих условий. Наше правило говорится о том, что мы должны уведомить пользователя, в данном случае это инициатора и тех, кто в копии, через 24 часа, когда тикет находится в статусе после ожидания. Здесь мы видим в правилах время в часах после ожидания. Вы можете также использовать календарные дни или же рабочие дни. Для того, чтобы использовать рабочие дни, вам нужно настроить предварительно расписание, то есть ваше рабочее расписание. Равно указываем в часах, минимальное значение может быть один час. После того, как мы зададим правило, оно может сработать минимум через час. Выбираем другие параметры и выполняем следующие действия. То есть, таким образом, мы отправляем письмо пользователю через 24 часа, когда мы не получили от него ответа на английском языке. Что у нас здесь доступно? Давайте откроем наши условия. Как видите, условий у нас очень много. Опять же, вы можете использовать условия по умолчанию, которые есть у Zendesk. Это там статус, бренд, форма, группа и так далее. Также обратите внимание, что вот эти временные интервалы позволяют нам создавать такого рода правила автоматизации. И также вы можете использовать кастомные поля. То есть, к примеру, если же оператор заполнил ваше кастомное поле, то вы можете что-то сделать. И те же самые действия. То есть, мы также можем что-то изменять. К примеру, изменить статус через 24 часа. Есть одно из правил, что если от инициатора самой заявки, то есть от нашего клиента, нет никакого уведомления. То есть, если мы не получаем фидбэк на протяжении, к примеру, 4-5 дней, то мы, допустим, закрываем этот тикет. То есть, выполняем какой-то определенного рода статус. К примеру, выполнен. И также можем задать при помощи тех же триггеров, которые мгновенно при изменении статуса выполнен, мы отправляем уведомление, что ваш тикет закрыт. Вы также можете видеть активные и неактивные триггеры, условно говоря, если же у вас было право автоматизации, которое вы использовали только временно, но вы не хотите его удалять, чтобы потом не пересоздавать, или же оно было релевантным всего лишь на протяжении какого-то времени, а через время оно также станет релевантным, вы можете просто его деактивировать. Для этого вам нужно достаточно выбрать кнопку деактивировать. Вы также можете менять местами все эти правила. И также вы можете сортировать их почему-то по дате, по обновлению и так далее. Естественно, присутствует поиск для поиска правил. На этом все. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok